Вот посмотрите пожалуйста, места для наблюдателя должны быть расположены так, чтобы было наблюдателю видно членов избирательной комиссии с решающим голосом и не просто членов, а как они выдают пилитени. Здесь в помещении библиотеки имени Верещакина в городе Черковцы собрались самые активные граждане нашего гражданского сообщества, которые хотят наблюдать за законностью проведения голосования в день выборов президента Российской Федерации 18 марта этого года. А для того, чтобы это делать, безусловно, нужно знать элементарные нормы права, регулирующие избирательный процесс в день голосования. Вот сегодня мы будем проводить обучение наблюдателей, которые будут располагаться в участковых избирательных комиссиях в день голосования и наблюдать за законностью процесса в день голосования. У нас на территории области заключено соглашение между Общественной палатой, между Северо-Западным институтом университета имени Кутафина МГЮА и между Ассоциацией юристов региональным отделением Ассоциацией юристов Российской Федерации. И на основании этого соглашения в Северо-Западном институте МГЮА создан Центр избирательного права и избирательного процесса. И главная цель и задача этого центра – обучающие мероприятия, разработка методических рекомендаций по наблюдению. Вот мы разработали книгу для наблюдателя, которую в электронном виде будет выдано каждому наблюдателю. Там основные методические материалы по наблюдению представлены, действия наблюдателя представлены, права его, обязанности, ответственность, то есть элементарные вещи, которые наблюдатель должен знать. Ну и кроме того, Центр проводит обучающие мероприятия в рамках этого соглашения со всеми наблюдателями области. Их у нас более двух тысяч. Вопрос очень важный, сложный. То есть внимание здесь почему высокое к этому? Потому что необходимо обеспечить прозрачные, чистые выборы с соблюдением всех законов прав граждан, чтобы дать каждому гражданину Российской Федерации возможность проголосовать за своего кандидата. Кандидаты были рекомендованы к общественному полотенцам рассмотрения, то есть люди должны соответствовать определенным методическим нормам, определенной компетенцией. Наблюдатели сегодня узнают о том, как себя вести на избирательном участке, что можно делать и обязан делать общественный наблюдатель. Они сегодня узнают, на что обращать особое внимание, моменты поведения, моменты организационные. На сегодняшний день в Череповце сформирован корпус из 254 общественных наблюдателей. На самом деле это целая серия занятий, обучающих мероприятий. Они проходят не только в Череповце, но и в Вологодской области. Эти мероприятия проходят и организуются на различных площадках. Сегодня мы проводим это мероприятие в Череповце.